Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, братья и сестры, мы будем сегодня изучать восьмой псалом царя Давида. Этот псалом начинается словами начальнику хора на гевском орудии псалом Давида. На гевском орудии имеется в виду на лире, по всей видимости, название музыкального инструмента. Некоторые предполагают, что это обозначение мелодий, которую пели, когда давили виноград, потому что слово «гат» означает «точило», то самое «точило», в котором давили виноград, и была определенная мелодия, и она использовалась также Давидом. но, возможно, имеется в виду музыкальный инструмент. Свидетель Афанасий Великий пишет, «Ибо псалом говорит о Христе и о церквах по вочеловечении, так как и единородный именуется виноградной лозою, и верное рождие». Если же иудеи усиливается утверждать, что псалом сказуется вообще о человеке, то и в всем случае да будет известно, что покорено все человеку, потому что имел вочеловечица сый, то есть сущий во образе Божий. Древлее в подзаконном служении было одно предточилие, то есть жертвенник во храме, по призванию же язычников точил много, и это суть церкви, собирающей плоды, преуспевающих в благочестии. То есть в понимании Афанасия Великого этот псалом рассказывает о Христе в его взаимоотношениях с христианскими церквами. И псалом начинается словами «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес». Действительно, сияние небес, оно как бы отражает свет Создателя в духовных мирах. И мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Еще немецкий философ Кант говорил, что меня больше всего поражают и заставляют верить в Бога две вещи – звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. то есть имя Божие провозглашается по всей земле, слава Его простирается превыше небес, потому что во всех людей, как пишет Иоанн Томаскин, всеяна вера в то, что у этого мира есть Творец, он же является хозяином этого мира, «Единовластный правитель и единовластный хозяин». «Как могущественно имя Твое по всей земле». О чем это? Всевышний как бы проявляет некое смирение, когда преклоняет свое могущество и концентрирует божественное присутствие именно на нашей земле. Наша планета не самая большая, наше Солнце не самое большое, да и та галактика, в которой находится наша планета где-то с краю, это не самая большая галактика. Поэтому в этом проявляется как бы божественное смирение, то, что Он проявляет могущество на этой земле. «Слава Твоя простирается превыше небес». Можно понять и так. «Величие Твое дал Ты небесам». Имеется в виду те небеса, которые распростерты над нашей землею, потому что туда вознесся и Господь наш Спаситель, оттуда Он и придет судить живых и мертвых. Вот в этом как бы заключается величие нашей земли и нашего неба. «Потому что Земля лишь незначительная песчинка по сравнению с величием космоса, затерянная в безбрежном пространстве. Это раньше людям казалось, что Земля в центре мироздания, а все и Солнце, и Луна, и звезды, и планеты, все как бы вращается вокруг нее. Потом поняли, нет, это все не так. Наша Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается в круг центра галактики, а таких галактик, может быть, миллиарды и миллиарды, никто не знает сколько. Поэтому то, что Господь простирает свое величие по отношению к нашему миру, в этом проявляется смирение Создателя по отношению к этому затерянному в космосе уголку Вселенной. А святитель Феофан Сотворник допускал, что есть другие миры, населенные многими существами. Он говорил, что, возможно, есть планеты, на которых не было грехопадения, такого сильного, как у нас. Возможно, есть райские планеты, где вообще не было грехопадения. А может быть, есть адские миры, где намного хуже, чем у нас. Но при этом Феофан Сотворник восклицает. Но наша земля, мне дорога тем, что сюда сходил не просто пророк или ангел, а сам Господь воплотился здесь, на этой земле. И поэтому для нас это очень значимое событие. Сам Творец Вселенной, который управляет всем мирозданием, он здесь воплотился. Поэтому в этом, как бы, величие этого мира, в котором мы живем, хотя это какой-то серединный такой мир, мир нашей планеты, нашей Солнечной системы. Засвидетельствовав о величии Бога, псалмопевец Давид, помяни Господи, царя Давида и всю кротость его, восклицает, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Имеется в виду то событие, когда Христос выходил в Иерусалим, и младенцы начали восклицать «Ассана, сыну Давидову!». Это было совершенно чудесно, потому что эти младенцы, они не могли говорить, и вдруг они стали кричать «Ассана, сын Давидов!». И это как бы заградило уста врагов Христа, и это сделало их безмолвными, они не могли ничего возразить, они вообще не понимали, что происходит, они только говорили родителям этих детей, что надо им запретить так кричать. И Афанасий Великий пишет, «Из уст младенец и сущих», то есть имеется в виду сосущая грудь, это по-славянски, «из уст младенец и сущих» совершилась и хвалу. В синодальном переводе «из уст младенцев и грудных детей», то есть слово «сосущих» переведено как «грудные дети». Афанасий пишет, «То есть из уст по Богу младенчествующих». Это, как ясно написано в Евангелиях, сказал Спаситель, когда фарисеи заграждали уста благословляющим его детям. «Враг твоих ради, ежи разрушите врага и местника». Это по-славянски. «Ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Это по-русски. И Афанасий пишет, «Разумей или чувственного, или мысленного врага». Чувственный, то есть материальный враг, а мысленный – это дьявол. «Разумею ли чувственного, или мысленного врага, или народ иудейский? Ибо иудеи гнали Христа, как врага, и показывали вид, что делают это, ревнуя об отце. Посему, чтобы лишить их всякого оправдания, Господь сказал, «Ненавиди меня, и отца моего ненавидит, врага и местника, врага и мстителя, то есть или дьявола, потому что он, понудив совершить грех, наказывает согрешивших, представляя им пред очи тяжесть греха. Или народ иудейский, сего врага истины и местника, помнимо его ревности о законе». Здесь Афанасий Великий говорит о том, что дьявол, его стратегия, он как бы понуждает иудеев не верить во Христа, и потом с удовольствием будет их за это пытать в аду. Потому что дьявол больше всего ненавидит тех, которые подчиняются его власти и отвергают Христа. А святых он трепещет и боится. Святых он трепещет и боится, а презирает тех и пытает тех, до кого он может как бы дотянуться, кто оказывается в его власти. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Можно прочитать, «ты основал хвалу». В мире есть люди, которые могут отрицать власть Творца над землею, но младенцы они же не знают зла, они дают надежду всему миру, что весь мир рано или поздно познает Бога. Вот младенец очень религиозное существо, но его культ это его зависимость от родителей, которым он тянется, которым он стремится как можно ближе. Таким образом, в детях, в будущем поколении и заключается некая сила Всевышнего и надежда для нас на установление божественной власти, яку на небеси и на земли. Поэтому Христос всегда ставил детей в пример взрослым, когда он однажды поставил ребенка среди апостолов и сказал, если вы не умолитесь, как этот ребенок, вы не войдете в Царствие Небесное. Из уст младенцев создал ты устои. Можно так перевести. Когда Господь даровал свой закон народу Божию, он, как учит предание, как бы вопрошал, кто поручится, что эти заповеди, они будут соблюдаться. И тогда Богу ответили израильтяне следующим образом. Они призвали своих детей как поручителей. И они сказали, вот мы как бы не уверены в себе, но мы воспитаем вот этих детей в заповедях Божьих. И Создатель с этим согласился. И действительно, в детях мы всегда стараемся наверстать то, что было упущено в нашей жизни. И мы очень опасаемся, что они будут повторять наши ошибки. Другое возможное прочтение устами младенцев и грудных основал ты силу. Основал ты силу. И есть такая очень древняя точка зрения, что мир сохраняется, пока дети учат закон Божий. Пока дети учат молитвы, там, Отче Наш, Богородица, верую, учат заповеди, 10 заповедей Моисея, евангельские заповеди блаженства. И вот дети, когда они это учат, они лепечут. Они как бы нашептывают, они повторяют эти слова. И вот на этом лепете детском, где они пытаются правильно произносить молитвы, но чаще они коверкают слова, на самом деле на этом лепете детском этот мир еще сохраняется. Иначе бы он прекратился бы. Мир теряет надежду, если нет детей, надежду на исправление. Потому что в себе мир не видит потенциала для исправления, мы видим, что все становится хуже и хуже. А в детях мы всегда имеем надежду, что мир изменится. Как бы мир существует только благодаря дыханию детей, которые находятся в храме, которые читают молитвы. Как отец Александр Шмемен говорил, не бойтесь детского шума в храме. Если в храме раздается детский шум, значит, у этого прихода есть будущее. Если в храме не раздается детский лепет, которым как бы еще держится мир, то у этого прихода как бы нету и будущего. И было запрещено в древности отрывать детей от занятий, например, по псалтыре учили на Руси, детей читать. И считалось, что если кто-то вторгается в этот процесс обучения и мешает детям зубрить псалтырь, это все равно, что он сорвал пасхальное богослужение. Все равно, что он сорвал пасхальное богослужение. И такого человека, который мешает детям изучать закон, его отлучают от общения и его сравнивают с фраоном. Помните, фраон сказал, вы взрослые дети, а детей не берите. Почему? Потому что сила-то в детях, а не во взрослых. Взрослые, они не вошли в землю обетованную. Они костми легли в пустыне. Моисей их там 40 лет водил, пока они не лягут костми. А вошло новое поколение, которое родилось не в Египте. Потому что те, которые родились в Египте, у них вот это рабское чувство, у них было в крови. А новое поколение это свободные дети. И когда меня спрашивают, а когда Россия может возродиться, я отвечаю, вот когда мы вымрем, рожденные при безбожной власти советской, у нас это рабское чувство, пресмыкание перед властью, перед начальниками в крови. И вот новое поколение будет свободных русских людей, вот тогда наша земля возродится. Ведь даже Моисей не вошел в землю обетованную, потому что он родился в Египте и он нес как бы проблемы этой цивилизации оккультной на себе, египетской цивилизации. Поэтому как 40 лет водили по пустыне евреев, так и мы освободившись от этого Вавилона коммунистического. Кстати, Вавилонское пленение было ровно 70 лет, как и власть большевиков была 70 лет. А теперь 40 лет будем вымирать, а вот в следующих поколениях мы имеем надежду. Потому что наши грехи они настолько как бы загрубели, мы состарились в этих грехах, вот с нами уже трудно что-то сделать, положительно, изменить. Поэтому в новом поколении мы должны видеть надежду на исправление мира. И Бог всегда думает именно о детях. Он прямо говорит, таковых есть Царствие Небесное. Если чин праведных оскудел, и как говорят, не стоит город там без святого, село без праведного, а есть села, где все взрослые люди пьющие, там вообще нет праведных, но там есть младенцы. Ради этих младенцев Господь еще будет продлевать существование этого мира. Поэтому сказано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Враг и мститель это еще и дьявол, который все время как бы ставит на вид Богу, почему ты не уничтожаешь этот мир, эти люди они не подчиняются твоей власти. Помните, как в книге Иов рассказывается, как дьявол наговаривал Богу на Иова. И далее Давид восклицает «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это очень важный момент, когда мы познаем Бога невидимого через осматривание творений видимых. Да, в каком случае Бог не будет обращать внимания на наших младенцев? У пророка Осия 4.6 сказано «И как ты забыл закон Бога твоего, забуду я сыновей твоих». То есть когда взрослые учат закон, есть основания предполагать, что они научат и своих детей. этим заповедям сами обычно взрослые учат закон, когда они уже прожили жизнь в грехах и там лет в 50, там в 60 они приходят в церковь и есть основания предполагать, что они будут воспитывать внуков. Чаще как раз новые поколения принимают веру не непосредственно от родителей, а именно от дедушки бабушки. Но вернемся к 4 стиху. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Что значит «Когда взираю на небеса твои»? На самом деле, когда мы обращаем взгляд к небесам, мы осознаем величие Бога. Вот все безбрежное, когда мы созерцаем, мы осознаем величие Бога. Я помню, когда я впервые увидел море, это было такое потрясение, оно тоже свидетельствует о величии Бога. И у пророка Исаии 40 глава 26 стих сказано «Поднимите глаза ваши вверх и посмотрите, кто сотворил все это». То есть «Посмотри на небо», как Кант восклицал «Больше всего меня поражают и заставляют верить в Бога две вещи – звездный свод надо мной и нравственный закон Божий во мне». То есть есть как бы космос, а есть такой микрокосмос, то есть то, что мы обретаем в себе. Дальше сказано «На Луну и звезды, которые ты установил, которые ты поставил». Созерцание звездного неба считается избавляет человека от гордыни, потому что перед лицом такого огромного звездного неба с массой звезд человек понимает свое ничтожество. Если наша планета – это пылинка, затерянная в космосе, то тем более, что значит перед величием тварного мира человек, а если сравнивать человека с величием создателя, то тем более. очень важно, когда мы отказываемся от гордыни, высокомерия, и для этого достаточно просто поднять глаза к небу. Но мы стараемся на небо не смотреть. Мы, кстати, ходим под небом, но мы не смотрим на небо. На небо смотрят дети. Дети могут стоять на полном серьезе пытаться сосчитать сколько звезд на небе. А мы не поднимаем голову кверху, мы рассуждаем как бы рационально, какой смысл смотреть туда. Тем более в Москве там у нас копоть везде, там смог какой-то. Но иногда бывает, что мы где-то за городом, на природе, там у костра, и вдруг мы смотрим на это великое небо, созданное Богом, и мы познаем Творца. Как сказано в Псалтире, словом Господа небеса сотворены, и дуновением уст Его все воинство их. Воинство небесное, это воинство Господне, это и ангелы, и одновременно это вот луна, звезды, солнце. Древние евреи считали, что когда Бог творил солнце и луну, Он створил их равновеликими, равновеликими. Но луна возгордилась, и Господь ее уменьшил до того состояния, в каком она сейчас, но чтобы она не впала в уныние, Господь створил звезды. это такой медраж, но он очень такой продуманный, то есть даже смиряя нас, Господь дает нам что-то дополнительное, чтобы мы не пали в этом состоянии, в какое-то уныние, отчаяние, потому что у Него как бы все взвешено, все рассчитано. «Когда взираю на небеса твои, на луну и звезды, и действительно ночью, когда земля темнеет, и вот на земле как бы ты ничего не видишь ночью, а небо становится более светлым, и свет струится именно с небес, и мы созерцаем вот это воинство звезд, эту красоту луны, и вот все эти величины, они как бы отражают величие Творца, как луна, она не является источником света, она отражает свет Солнца в той мере, в какой свет Солнца падает на нее, так и все творение, оно свидетельствует о Творце, свидетельствует о Его мудрости, поэтому любая часть творения, она может как бы воскликнуть ради меня сотворен мир, любая часть творения, потому что она занимает свое место, и Господь установил, что Солнце для освещения днем, а Луна для освещения ночью, а звезды ей помогут, И вот далее говорится о человеке, показано величие космоса, и мы сразу почувствовали себя такими маленькими, если наша Земля это пылинка в космосе, в потоке, то что такое человек? и пятый стих Давид восклицает, давайте прочитаем четвертый и пятый, когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, то есть на фоне величия небес, а что значит человек? И далее говорится «немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Что значит «немного умолил ты его пред ангелами?» Во-первых, в Бытие 1.27 сказано, что сотворил Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Это первое человека особое творение. Вот об ангелах ничего такого не сказано, что они сотворены по образу Божию. Только о человеке так сказано. Но ангелы по своей природе они очень чистые существа. они цельные. Каждый ангел так стремительно исполняет волю Бога, что для каждого поручения дается новый ангел. Это видно из некоторых библейских текстов. Но когда человек возвышается над собою, идя стезией праведности, он становится выше ангелов. Выше ангелов. И мы знаем Пресвятую Деву Марию, которая стала выше ангел, архангел, херубим, серафим, потому что праведность и смирение души это то, что возвышает человеческое существо. И когда человек, живущий на земле, а вдруг отказывается от пути греха и начинает исполнять Божьи заповеди, Божью волю, этим он оправдывает сотворение целого мира, потому что Бог творил мир не для беззакония, а для праведности. И считается, что первозданный свет, как вначале сказано, и сказал Бог, да будет свет, а только на четвертый день он творит солнце, луну, звезды. А первоначальный свет, считается, он как бы был скрыт для праведных. И когда мы смотрим на иконы, мы видим святых с этими нимбами, вот этот как бы изначальный свет, он предназначен для них. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его. Надо сказать сразу, что наша душа, она очень близка к ангельскому существованию. Но наше тело связано больше с материальным. Человек – это существо между ангелом и животным, как отцы учили. И в зависимости от того, к чему мы будем склоняться, к ангельскому или животному, от этого зависит наша участь. Немного умолил, немного ты умолил его пред ангелами. Что это значит? Конечно, человек ниже Творца, но он может быть выше ангелов. Почему? Считается, что после того, как между ангелами произошло размежевание на добрых и злых, то после этого злые ангелы не смогут стать добрыми, а добрые не смогут стать злыми. И в этом смысле человек, который обладает свободой, из плохого состояния может оказаться в хорошем и наоборот, он как раз более подобен Богу, чем ангелы в таком реликтовом застывшем последнем выборе своем. А человек, пока он жив, он действует абсолютно свободно, как Бог действует абсолютно свободно. Поэтому человек выше ангела, хотя он значительно ниже Творца, это очевидно, потому что все творение по отношению к Творцу это как горшки по отношению к горшечнику. и когда человек принимает решение поступить правильно или неправильно, избирает правильный путь, вот здесь он превосходит небесные существа, которые уже не подвержены переменам, а человек может меняться. «Поставил его», то есть человека, седьмой стих, «владыкою над делами рук твоих все положил под ноги его». И действительно мы в Библии видим, что Бог, создав человека, сказал ему «владычество и господство над этим миром». Кстати, именно поэтому дьявол нас и ненавидит, потому что Иоанн Дамаскин пишет, что до выпадания из духовного мира, дьяволу принадлежала эта земля, он был ангелом-хранителем этой земли. А после того, как он выпал из духовного мира, был создан человек, который стал владыкой в этом мире. И Афанасий Великий пишет «Вся покорил я си поднозе его. Бог, сказав, сотворим человека по образу нашему и по подобию присовокупил и да обладает рыбами морскими и прочим». Подробно исчисленным Пытие 1.26 Азасим продолжает «Раститеся и множитеся и наполните землю». Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. «И господствуйте ею» Это Бытие 1.28 «Ибо разумной природе, как богоподобной, даровал Господь над всем власть. и человек проявив силу в образе Божьем также поставлен князем всего на земле, как есть Бог, царь всяческих во вселенной. Если вообще сказано «Поставил если его над делы руку твоею», а в другом месте говорит «И дела руку твоею суть небеса, то яствует, что поставил его человека и над небесами, и не утаивая уже называет пребывание на небесах, отсюда земли, когда по обетованию наследует небесное царство. Говорит же и Павел, что мы наследники Богу, сонаследники же Христу». Это послание к римлянам 8.17. Так должно разуметь и следующее. «Вся покорил Еси поднозе его. Ныне покорил животных, но поскольку уготована человеку равна ангельская жизнь на небе, то человек и там поставленный над делой руку его будет зрителем небес и всего, что на них». Блаженный же Павел истолковал, что и это исполнится на Спасителе в будущем веке, посему говорит ему Отец, «Сиди о тесную меня, донди же положу враги твоя под ножи ног твоих». Ну, такой комментарий нам дает свидетель Афанасия Великий, что человек, который створен из праха, который рождается на земле, в конце концов, он наследует небеса. И мы все ожидаем Царствия Небесного, когда человек, который некогда был связан только с прахом земным, он возвысится до мира ангельских существ. И Господь покорил человеку овец и волов всех, а также полевых зверей. Полевых – это диких зверей. Вот когда говорится, что человеку все покорено, прежде всего имеется в виду Иисус Христос, потому что Иисус Христос истинный человек, так же, как и истинный Бог. И вот то, что овец и волов всех, а также полевых зверей, то есть диких зверей, Бог Отец покорил Сыну, что это означает? Овцы и волы вся, объясняет Афанасий Великий, этим дает разуметь уверовавших из израилетян. Почему? Потому что они домашние как бы существа, Авраам, Исаак, Иаков жили очень давно, а вот звери полевые, также полевых зверей, по-славянски, «эще же и скоты польские». Этим означает язычников, потому что язычники не были в общении Авраама, они жили, как хотели, как звери дикие, носились по полям, по лесам, но Христу отданы те и другие, и Христос обещает даровать небо и тем, и другим. Причем этим диким как бы в большей степени, потому что больше любовью он их возлюбил, и ради них он оставляет девяносто девять и идет искать одну заблудшую, мятежную, дикую. Святитель Иоанн Златоуст пишет «А если кто спросит, какая польза от диких зверей, то мы скажем, во-первых, они производят в душе человека смирение, делают его деятельным, и когда он слишком надмивается, напоминают ему о слабости его природы, если для него страшно бессловесное животное. Притом от них получается много лекарств для страждущих телесными болезнями. Кто спрашивает, для чего существуют дикие звери, тот пусть спросит также, для чего в нас мокроты и желчь, ведь и они, умножившись через меру, действуют хуже дикого зверя и причиняют вред всему телу. Также есть в нас гнев и похоть, которые свирепие диких зверей терзают тех, кто не удерживает и не обуздывает их. Что я говорю? Раздражительность и гнев, когда даже глаз наш хуже дикого зверя подвергает нас страданиям, уязвляя жалкой любовью порочной. Поэтому не будем спрашивать, для чего существует все это, но будем за все воздавать благодарность владыке, что розги для детяти, то зверь для взрослых людей. Если при стольких опасностях многие доходят до такой надменности, то представь, до какой степени распространилось бы зло, если бы отнять и эту узду. Вот почему и тело наше так устроено болезненным, страстным, подверженным тысяче бедствий, и земля с трудом отдает принадлежащее ей, и вся жизнь наша сопряжена с усилиями, так как настоящая жизнь есть училище, а покой и праздность губят многих из людей, то Бог сделал неразлучными с нею труды и усилия, чтобы ими, как бы некими уздами удерживать высокомерие души. Впрочем, посмотри, как тварей и плавающих в водяной глубине и летающих в воздушной высоте Владыка подчинил тебе посредством искусства. Но почему пророк не исчислил всех вещей видимых, растений, семян и дерев, он в части выразил все и представил любознательным самим исчислять это. То есть, в мире нету ничего бессмысленного. Даже самые коварные дикие звери, они чему-то могут нас научить, являются образом чего-то такого и в том числе полезного для нас. И далее говорится, что человеку принадлежат птицы небесные и рыбы морские, все приходящие морскими стезями. Птицы небесные, учит Афанасий Великий, то есть превозносящихся житейским и людей самых неразумных, но высокомудрых. Их тоже смиряет Христос, обладая властью и над ними. Бороздящих морские пути, у нас это переводится как приходящие морскими стезями, не исключено, что правильное понимание именно вот ходящих морскими путями, тогда речь идет прежде всего о китах, как считали древние и других крупных морских животных. Потому что они подобно кораблям как бы ходят своими маршрутами и в Библии есть такое понятие как Левиафан. Левиафан это какое-то такое морское чудище, о котором сказано, что Господь создал его игратиси с ним. То есть забавно смотреть на эти огромные существа, которые перемещаются в воде. И засвидетельствовав об этом, Давид восклицает Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. То есть он сначала обозревает космос, потом он видит свой домашний скот, овец и волов, потом он видит зверей диких, зверей полевых, потом он созерцает птиц небесных, рыб морских и приходящих морскими стезями, то есть огромных китов, косаток. Он как бы созерцает все и за все благодарит Бога, Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле. Афанасий пишет, приведенный, как сказано, в изумление боговедением открывшимся у людей повторяет прежние слова и тем усугубляет чудо. То есть то, что Давид возвращается к тем словам, которые уже говорил, как величественно имя Твое по всей земле, мы уже встречали эту фразу, вот это повторение, удвоение указывает на потрясение Давида, который созерцает красоту тварного мира и понимает свое положение в этом мире. Человек действительно, как венец природы, создан Богом для того, чтобы господствовать над этим миром, как могущественно имя Твое на всей земле. После того, как обозначено положение человека в этом мире, псалмопевец Давид повторяет слова второго стиха о величии Всевышнего в десятом стихе, но есть некое различие между вторым и десятым стихом. Есть такое предание, что когда Моисей поднялся на Синай, чтобы получить скрижали, ангелы служения сказали Всевышнему, «Владыка мира, что делает рожденной женщиной среди нас?» Сказал им Всевышний. Он пришел принять закон. Сказали ангелы, «Ты хочешь дать закон человеку из плоти и крови? что есть человек, что ты помнишь его? И Сын человеческий, что ты вспоминаешь о нём? Господи, Господи наш, как могущественно будет имя Твое, если величие Твое, закон Твой установишь ты только на небесах?» И Господь тогда говорит Моисею, ответим, Он предлагает Моисею, ответить ангелам. И Моисей говорит, «Владыка мира, закон, который ты даёшь мне, что написано в нём? В нём написано, «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской». И Моисей потом говорит ангелам, «Вы в Египет спускались, вы у фараона были рабами, зачем вам закон?» Закон дан тем, которые были в этом рабстве. Написано также в законе, «Да не будет у тебя других богов». Разве ангелы были когда-то идолопоклонниками? Написано также в законе, «Не убивай, не прелюбодействуй, не укради». Разве у ангелов есть ревность, дурные побуждения есть у них? И тогда ангелы согласились со Всевышним, что этот закон дан для человека, потому что он направляет человека в правильном направлении и показывает то направление, по которому человеку не надо идти. и так как закон является основанием для неба и земли, вот это есть в Писании, то получается это основание дано не ангелам, а нам, потому что в законе идет речь о людях, а не об ангелах. И мы посмотрим сейчас объяснение Златоуста. Златоуст пишет «Потом он, то есть Давид, оканчивает речь тем же самым, чем и начал. Господи, Боже наш, употребляйте те же выражения и прежде изложения и после изложения. Будем же и мы постоянно повторять их, удивляясь попечению о нас Божию, изумляясь его мудростью, человеколюбию, промышлению о нас. Это сказано нам в объяснении Псалма». Итак, действительно, в Восьмом Псалме дважды повторяется, это второй стих, «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле». И десятый стих, «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле». А между вторым и десятом показано величие Бога в красотах космоса, в красотах земли, в мире человека, который мало чем умолен перед ангелами, в мире природы, животных, дикого скота, птиц, рыб и огромных существ, которые стезями своими они перемещаются на просторах моря. Таким образом, этот псалом имеет как бы обрамление вот эту фразу «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле». И когда мы видим что-то очень красивое, особенно в первый раз, как вот в детстве первый раз увидел море, это потрясает человека всегда. И мы во все такие моменты должны благодарить Бога за величие того мира, который Он создал, который Он сотворил для нас. И самое главное, на что тоже надо обратить внимание, внимание, как я вам часто объясняю, по праву Творца, Бог является единственным собственником Вселенной. Так как все создано им, то все ему и принадлежит. Или тому, кому Он передает это. Нам Господь дал этот мир, эту планету, может быть, не самую красивую, не самую большую, дал Солнце, очевидно, не самое яркое во Вселенной. Мы благодарим Бога за то, что имеем. Мы тоже разные люди, у нас разные проблемы, разные добродетели, таланты, разные недостатки. Но когда мы учимся за все благодарить Бога и величать Его имя по всей земле, это очень важно. И об этом восьмой псалом царя Давида по имени Господи царя Давида и всю крутость его. Аминь.